Фантастическая четвёрка. Как много в своей жизни вы слышали про эту команду? Уверен, не так много, как про команду Мстителей или, к примеру, Людей Икс. И вас нельзя винить за это. Такая команда, как Фантастическая четвёрка, является не очень популярной в рамках СНГ. А ведь Четвёрка – это первая супергеройская команда, которая смогла изменить привычный взгляд на комиксы про супергероев и отношение к супергероям в целом, из-за которой в дальнейшем Стэн Лид даст жизнь новым персонажам. Как ни странно, но мы не так уж и сильно отличаемся от команды Фантастической четвёрки. Как такое возможно? Давайте с вами вместе разбираться. В 60-е годы 20 века. Стэн Лифф вспоминает то время с невероятным интересом, рассказывая о том, что эра комиксов тогда хорошо набирала обороты. По словам Стэна, в то время комикс-бизнесом старался заниматься каждый, кто был при деньгах. Но дело это было очень рискованным и всё-таки затратным. Сценаристы и художники комиксов в большей степени не очень любили свою работу, потому что работы было, конечно, много, а платили сущие копейки. Как забавно, что с 60-х годов мало что поменялось. Так вот, Стэн Ли рассказывал о том, что ему платили примерно от 20 до 60 центов за страницу сценария. То есть, чтобы получить условно среднюю зарплату на тот момент в США, это 170-200 долларов, Стэну, вероятно, приходилось пахать как проклятому. Стэн Ли рассказывал о том, как давно он хотел создать реалистичных супергероев. Понимаю, что команда из «Женщины-невидимки», «Человека-факела» и остальных членов не совсем вписывается в слово «реализм». Но Ли подразумевал под этим словом совершенно другое. Он долго рассуждал о том, как конкуренты делают одни и те же работы. Герой весь из себя такой молодец, всегда улыбается, всегда побеждает злодеев, всегда прав и справедлив. И подобного рода контент людям правда нравился. В то время никого нельзя было за это винить. Учитывая то, что в США всё ещё отходили от времён в Великой Депрессии. Никто не хотел читать про чьи-то проблемы, все хотели только геройства и победы. Так или иначе, Стэн хотел создать по-настоящему реалистичную команду. И сделать из них по итогу настоящую семью. Которой будет условный муж и жена, их два ребёнка, которые постоянно друг с другом цапаются. При этом герои не носили бы маски и были полностью открыты обществу. Потому что, как сказал сам Ли, если бы у него были суперсилы, он бы давно уже всем об этом рассказал. Так как любит быть в центре внимания. Стэн Ли был первым или может даже одним из первых, кто принёс в комиксы эмоции, проблемы и конфликты между героями. А также бытовые и финансовые трудности героев в комиксы. На тот момент это стало формулой колоссального успеха комикса по фантастической четвёрке. Читатели прозвали комикса с четвёркой как величайший журнал комикса в мире. И Стэн, нисколько этого не стесняясь, добавил данную цитату ко всем последующим номерам по четвёрке. По словам Стэна Ли, за формулу успеха фантастической четвёрки конкуренты были готовы заплатить огромные на тот момент деньги. И как же смеялся Стэн, когда он понимал, что вся формула уже давно была перед их глазами. Начнём с того, что будущая фантастическая четвёрка это бывшая группа учёных и астронавтов, которые в один прекрасный момент обнаружили в космосе необычайные космические лучи, которые до этого в космосе никто не замечал. Среди команды наших астронавтов были такие люди, как Рид Ричардс, Бен Гримм, Сьюзан Шторм и её младший брат Джонни Шторм. Рид Ричардс и Сьюзан Шторм в принципе уже находятся в отношениях, а в будущем будут помолвлены, хотя события будущих моментов будут подвергать их отношения риску. Бен Гримм является пилотом космического корабля, как и Джонни Шторм, только второй занимается этим просто потому, что круто. А Рид и Сьюзан являются учёными. Так как Рид Ричардс сам по себе является любопытной личностью, я бы сказал даже очень, его любовь к науке порой по ощущениям перевешивает чувства к Сьюзан, хотя, как сам утверждает Рид, он искусно балансирует между одним и другим. Рид решил собрать команду, дабы экстренно без какой-либо подготовки полететь в космос, исследовать эти космические лучи, чтобы стать первооткрывателем и принести пользу американской земле. Остальные участники команды не были с ним солидарны, и раз в 50 каждый сказал ему, что это безумие, нельзя так поступать и подвергать себя большому риску из-за науки. По итогу Сьюзан не захотела бросать Рида и решил улететь с ним. Джонни не захотел бросать сестру, а Бен просто сказал, вы там без меня подохнете, поэтому чёрт с вами летим. Команда тайно проникает на борт космического корабля посреди ночи и стремится к звёздам навстречу тем самым космическим лучам, даже не подозревая, как сильно изменится их жизнь. Во время полёта космические лучи усиливаются и полностью покрывают область корабля, и тем самым выводя его из строя. Во время поломки корабля каждый участник команды ощущает головную боль, головокружение, тяжесть, тошноту и прочие прелести, ощущение как на американских горках. В последние несколько минут на корабле включился автопилот, который не дал кораблю вмазаться со всей силой в землю. Команда с облегчением и криками радости выходит из корабля, не понимая, что произойдёт в считанные секунды. Не успела команда астронавтов нарадоваться тому, что они остались в целостности и сохранности, как Сью Шторм начинает просто исчезать в прямом смысле слова на глазах команды. Эффект невидимости длился недолго, и Сью снова стала видимой. Бену не понравился такой расклад, из-за чего он впадает в агрессию и хочет проучить Рида за его оплошность, но в ходе ярости сам не замечает, как превращается просто в нечто, а именно в существо. Бен пытается проучить Рида, но не может этого сделать, так как Рид начинает уклоняться своим туловищем за несколько метров от Бена, после чего гибко обтягивает руки и ноги Бена своим телом. Джонни на эмоциях говорит, что все превратились в монстров, и в этот момент начинает гореть и возгорается ярким пламенем, после чего взлетает. Из всей команды только Джонни понравились неожиданные изменения, так как Джонни теперь под властьем на какое-то время огонь, и он может летать. Команда не сразу принимает свои способности, а в особенности Бен Гримм, который теперь даже не похож на человека, и вероятно в подобном облике он может провести всю оставшуюся жизнь. Рид Ричардс дает обещание излечить Бена и обратить его в человеческую форму, и сделать все возможное для этого. Команда понимает, что с этими способностями они теперь больше, чем просто люди, и они должны помогать человечеству. Каждый в команде дает себе прозвище. Рид Ричардс, Мистер Фантастик, Сьюзан Шторм, Женщина-Невидимка, Джонни Шторм, Человек-Факел, Бен Гримм, тяжело вздыхая, нарекает себя существо. И если на этом моменте вы могли подумать, что все, команда в сборе, они будут бороться со злом, и все у них вообще будет клево, нет. Одним из главных врагов Фантастической четверки будут они же сами. Сью будет часто ругаться с Ридом из-за того, что он уделяет куда больше времени науке, нежели ей, а Джонни и Бен будут каждый раз цапаться и стебать друг друга из-за разного рода моментов. А унять горящего парня и огромного каменного мужика может только сестра Джонни и гибкость Рида Ричардса. Итак, наша фантастическая команда понимала, что им требуется какое-то убежище или своего рода база, если уж так выражаться, чтобы жить было комфортно и чтобы Рид мог заниматься своими научными делами. По итогу команда вообще решила шикануть и арендовать самую высокую часть 35-этажного здания Бакстер Билдинг. Главным условием от хозяйки было не подвергать соседей опасности, не проводить научные эксперименты, которые могут навредить здоровью или жизни других, не играться с огнем, не греметь, жить дружно и счастливо. Спойлер. Ничего из этого не будет выполняться в тот или иной период времени. Рид не сидел на месте и за длительное время проживания в Бакстер Билдинг соорудил кучу комнат, устройств и транспорта для передвижения фантастической четверки. Даже космическая ракета есть. Пока ваша хозяйка квартиры не разрешает вбить даже один гвоздик в стену, Рид Ричард запихивает в арендованное здание скрытую космическую ракету. Берем на заметку, друзья. В ходе совместного проживания команда несколько раз ругалась между собой, особенно Джонни и Бен. Джонни не упускал возможность как-то поиздеваться над Беном, словно маленький хулиган, который сделал пакость взрослому и теперь задорно со смехом убегает от него. Бену в какой-то момент настолько надоели издевательства Джонни, что он назвал его самым бесполезным членом команды, из-за чего факел ушел на небольшое время из команды до появления злодея Немора. Кстати о Неморе. Между Сью и Ридом также неоднократно будут проскальзывать выяснения отношений, так как Рид не уделяет Сью должного внимания, а подводный принц Немор просто влюбился в Сью и считает, что она должна принадлежать только ему, из-за чего Сьюзан в какой-то момент просто запуталась в своих чувствах. Один из самых забавных моментов в жизни фантастической четверки это момент, когда им просто было нечем заплатить за аренду здания и их собирались выселить, в связи с чем Риду пришлось продавать часть своих изобретений, а потом им пришел контракт на снятие в фильме, за съемку которого команда бы получила приличную сумму, которую с головой бы хватило на оплату аренды в здании Бакстера. История эта была не простая, а с неким подвохом со стороны подводного принца Немора, который хотел избавиться от трех ребят из четверки и заполучить себе Сьюзан. Понимаете, именно подобные бытовые сложности делают персонажей живыми и интересными. Все это было до Человека-паука и прочих персонажей. Именно четверка задала тренд личностных проблем и бытовых трудностей. И да, если так подумать, то без Рида Ричардса команда просто не смогла бы нормально существовать. Он по сути является основным создателем и кормилицей команды, изобретая устройства, продавая их и получая за это деньги для проживания и оплаты аренды. За первые годы существования Фантастической четверки происходило много разных событий. Сначала их считали фриками, потом, понятное дело, полюбились публики и каждый человек безумно удивлялся способностям невидимой женщины или как Мистер Фантастик может растянуться метров так до пятидесяти. А Бена... А Бена просто сторонились и немного побаивались. Хоть ему это и не очень нравилось, но со временем он привык и стал смотреть на это даже с ироничной точки зрения. Джонни сам обожает публику, он любит внимание, популярность, спортивные машины и прочие вещи, которые заставляют кровь молодых людей бурлить в живых. Фантастическая четверка участвовала в благотворительности, концертных и праздничных вечерах, куда их приглашало само правительство Америки. На пути четверки каждый раз вставали какие-то психи, серьезно. Человек-крот, который хочет погрузить весь мир под землю и ночную жизнь. Кукловод, который делает копию марионетки того или иного человека и заставляет делать его то, чего хочет сам кукловод. При этом кукловод это маленький и лысый карлик. Чудотворец, или как сейчас его называют чародей, который создавал иллюзии и хотел убить фантастическую четверку просто потому, что только он может быть удивительным и могущественным человеком в этом мире. По его мнению, конечно. Из самых интересных противников четверки, по моему мнению, это принц подводного мира Немор и доктор Дум. Доктор Дум, честно говоря, очень опасный чувак, потому что он неоднократно подвергал четверку опасности и вертел ими просто как хотел. Не зря это один из самых умных и хитрых злодеев во вселенной Марвел. В жизни фантастической четверки будет много разных событий, которые повлияют как и на команду, так и на их дальнейшую жизнь в целом. Состав фантастической четверки также неоднократно менялся, а в команде успели побывать Человек-паук, Женщина-Халк, Черная Пантера, Человек-муравей. И это лишь немногие из самых известных персонажей. Также в команде были, естественно, и дети Рида и Сью, но это уже совсем другая история. Члены команды сражаются не только со злодеями на нашей с вами планете, но еще успевают спасать мир в космосе. К их команде нередко обращаются сами жители или правители других царств из бесконечного космоса, и четверка практически не может отказывать. Не потому, что великая сила, великая ответственность и все в этом духе нет. Просто Риду Ричардсу в принципе интересно все то, чего он раньше не видел, и он сделает все, чтобы изучить то, что ему нужно. Слоничане хотят меня убить, не знаю почему. Суд, ты мой адвокат, давай. Поразительно. Неземная цивилизация, но какое сходство с культурой Рима. Их техника намного превосходит нашу. Йоу, Рид, меня казнят, помоги, пожалуйста. Одна из самых примечательных вещей, это то, что команда полностью не анонимна. Каждый желающий знает именно членов команды четверки, где они живут, кто какими способностями обладает, и кто им может быть близок. То есть, это хорошо, что им не нужно ни от кого прятаться, ты и знаменитости уважаем в некотором обществе. Но есть и обратная страна медали, ты постоянно в опасности. Те же самые злодеи, они неоднократно нападали на четверку, просто потому, что знают, кто они, и где их можно зачастую найти. Четверка, конечно, дает понять на будущее, что если полезешь еще, то существо просто сожрет тебя или не оставит от тебя мокрого места. Но так или иначе, из-за своей такой популярности команда находит каждый раз приключения на свои четыре задницы. А зато живется не скучно. Несмотря даже на свою казалось бы фантастическую жизнь, каждый член команды так или иначе является человеком, у которого есть собственные чувства и взгляд на какую-либо ситуацию. Рид Ричард всегда старается быть хладнокровным и рассудительным, вы редко встретите эмоции на его лице, потому что он понимает, что каждая ситуация или проблема решаема. Понимаете, Рид это типичный человек с горем от ума. Его изобретение и любовь к науке не раз поворачивались к нему спиной и подвергали четверку и его отношения и будущий брак со Сью опасности. Сьюзан Шторм. Ну, она живет в одном большом здании с тремя мужиками. Муж, который изменяет ей с наукой. Младший брат Джонни, который любит найти лишний раз приключения на свой горящий зад. И просто эмоциональный Бен, который также может быть вечно чем-то недоволен или разъярен. На самом деле, Сью далеко не бесполезный член команды. Ранее в своей начальной версии она могла только становиться невидимой, то есть не было у нее никаких силовых полей, которыми она могла атаковать или защищаться. Только потом ей добавили эту возможность. Сьюзан в принципе является таким эмоционально сбалансированным человеком внутри команды, даже несмотря на будущую путаницу в своих чувствах. Она всегда может успокоить каждого члена команды, поговорить с ним и придать ему мотивации. Потому женщины и необходимы в нашем мире. Без них не было бы того, что мы с вами имеем сейчас. Джонни Шторм. Ну тут вообще комментарии излишни. Просто чувак, а именно что чувак, который также эмоционально горяч, меняет девушек как перчатки, любит спортивные машины, красивую жизнь и популярность. На самом деле, Джонни тоже нельзя назвать плохим персонажем в этом плане. Это просто типичный парень, который любит то, что не каждому доступно, и он охотно пользуется этим, как и способностями гореть. Кстати, человек-факел не может находиться в активном горящем состоянии долгое время, потому что эта способность расходует его силы, и способностей хватает не более чем минут на 30. В мультфильмах или фильмах этот момент просто игнорируют, но я подсказал вам эту информацию для дополнительного понимания. Даже несмотря на то, что Джонни Шторм является тем, кем он является, он хороший, веселый парень с добрым сердцем. Был момент во втором сезоне мультфильма Фантастической четверки, когда Джонни нашел ту самую девушку для себя, но так как эта девушка была из расы нелюдей, их пути должны были разойтись, и над царством нелюдей образовался огромный купол, который невозможно чем-либо пробить. Барьер нам не пробить. Но где мой брат? Он здесь! Давай! Прощайся, мы улетаем! А как же Кристал? Я не пойду. Джонни! Не бросай меня! Кристал, твое место с нами. Бен, быстрей! Я больше не могу держать поле! Прости меня, малыш! Кристал! Джонни! Кристал! Он уже твёрдже стали. И будет ещё крепче. Ничто в мире не может преодолеть отрицательный барьер. Кристал! Извини, Джонни. Нет! Кристал! Нет! 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 Я больше её не увижу. Эй, тише, тише, малыш. Не смогу взять её. За руку. Ничто не вечно, а, профессор? Сейчас надежды нет. Я не забуду тебя, Кристал. Клянусь. Эх, бедняга. Я бы тоже потёк, как апельсиновый сок, если бы потерял Алисию. Но ведь должен быть способ разбить эту яичность, скорлупу. В тот момент Джонни надолго впал в депрессию, что негативно повлияло на дальнейшее геройство четвёрки и их морального климата в команде. Из всех персонажей четвёрки, чья участь очень велика, это Бен Гримм. Представьте, что раньше вы были высоким, стройным и подтянутым в плане спортивной подготовки мужчины, а после вы превращаетесь в каменное подобие человека. На вас всегда смотрят косо, вас боятся и порой не стесняются назвать уродом. Бен самый сильный персонаж четвёрки, как в плане физической силы, так и моральной. Даже несмотря на свою излишнюю эмоциональность, он нормально реагирует на оскорбления или другие жизненные трудности. Единственная его нерешаемая жизненная трудность это Джонни Шторм. Однажды Бен нашёл себе девушку по имени Алисия, которая является слепой и она полюбила Бена за его характер и доброту. Ей важно, какой Бен внутри, а не снаружи. Кстати, по комиксам Алисия является приёмной дочерью того самого лысого кукловода. Был момент в том же самом втором сезоне мультфильма Фантастической четвёрки, где Бен на время потерял свои способности и снова стал человеком. Он хотел сделать Алисии предложение в честь такого события и был этому необычайно рад, но ему пришлось снова стать существом, чтобы спасти команду. Даже сделав такой отчаянный и вынужденный выбор, Бен также был окутан горем, но в последующем для него и Алисии всё прояснится в положительную сторону. Будь ты хоть человеком, который может дотянуться хоть до звёзд или стать невидимым для всего живого или гореть как яркое пламя или даже быть сильным и непробиваемым как существо, от чувств тебе никуда не убежать. В 2025 году Marvel должны будут выпустить фильм о фантастической четвёрке. У ребят из Marvel просто нету права, чтобы сделать этот фильм плохим. Если они допустят что-то подобное, так и быть, я заменю Кевина Фагена и его президентском кресле Marvel и решу все остальные проблемы. Все прошлые фильмы, которые были про четвёрку, могу назвать их нормальными, кроме этого грешника. Если вы до этого ролика были не особо знакомы с четвёркой или понятия не имели, что это за ребята такие, то прошу вас всё-таки ознакомиться по возможности и выделить строчку в своей голове для очередной фантастической команды героев, которая определённо заслуживает внимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok